Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Прототип SN9 космического корабля Starship уже должен был пройти испытание, но он все еще стоит на стартовой площадке. Оказывается, Спасекас в первом тесте полета на большой высоте нарушила условия лицензии, выданной Федеральным управлением гражданской авиации США, ФАА, и последняя запустила официальное расследование. По крайней мере, так сообщили два информатора ресурсу The Verge. Лорен Эллиот, Jetty Images декабрьский тестовый запуск прототипа SN8 секунд космодрома Спасекас в Бока-Чика, штат Техас, был назван Элоном Маском, Элон Маск, успешным. Марс, мы идем, написал исполнительный директор в Твиттер сразу после взрыва ракеты при неудачном приземлении, остальные запланированные маневры той миссии ракета выполнила успешно. Однако ФАА, наблюдающий за безопасностью на Земле и выдающий лицензии на частные запуски, было не в восторге. На прошлой неделе было начато расследование происшествий, в котором основное внимание уделяется не только взрыву при посадке, но и отказу Спасекас придерживаться санкционированных ФАА условий. Неясно, какая именно часть испытательного полета нарушила лицензию ФАА, официальный представитель управления отказался говорить об этом с журналистами. ФАА продолжит работу со Спасекас для оценки дополнительной информации, предоставленной компанией в рамках заявки на изменение лицензии на запуске, заявил представитель ФАА Стив Куллем, Стив Куллем. Хотя мы осознаем важность быстрого прогресса для стимулирования роста инноваций в коммерческой космической отрасли, ФАА не будет ставить под угрозу свою ответственность по защите общественной безопасности. Мы утвердим изменения только после того, как убедимся, что Спасекас предприняла необходимые шаги для соблюдения нормативных требований. Более тщательные проверки со стороны регулирующих органов после происшествия в декабре сыграли определенную роль в задержке испытаний СН-9, которые должны были состояться в прошедший четверг. 50-метровый корабль из блестящего стального сплава заправлен топливом и готов к полету. Но в то время ФАА все еще проводила процедуру проверки лицензии на испытания из-за нескольких изменений, внесенных Спасекас в заявку. Маск, разочарованный действиями ФАА, решил дать комментарии в Твиттер. «В отличие от своего авиационного подразделения, что нормально, космическое подразделение ФАА имеет принципиальные проблемы в структуре регулирования», написал он. Их правила рассчитаны на несколько запусков одноразовых ракет в год с нескольких государственных объектов. Придерживаясь таких процедур, человечество никогда не доберется до Марса. Нарушения выданной лицензии и последующий процесс проверки обострили напряженность между Спасекас и ФАА. В течение многих лет Илон Маск и другие представители космической отрасли сетовали на устаревшую нормативную базу США по лицензированию запусков, поскольку новации и конкуренция в космосе стремительно развиваются. В ответ Министерство транспорта США, которая делегирует свои обязанности по надзору за запуском в ФАА, в прошлом году обнародовала новые упрощенные правила лицензирования запусков. Но они все еще не вступили в силу. За несколько часов до испытаний SN8 в декабре, когда Илон Маск находился в бока Чика, чтобы получить лицензию ФАА, которую Спасекас в конечном счете нарушила, его спросили в интервью ресурсу The Wall Street Journal, какую роль правительство должно играть в регулировании инноваций. Миллиардер ответил, в большинстве случаев лучшее, что может сделать правительство, это просто не мешать. Сейчас на стартовых площадках Спасекас рядом стоят два прототипа Starship. Ожидается, что запуск SN9 состоится в начале следующей недели. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.